В Новокабановской школе существует команда хоккеистов, которые участвуют в районных соревнованиях. Сборная сельской школы делится по возрасту участников на младшую и старшую группы. Хоккеем занимаются все, без исключения мальчишки. Школа уже три года сотрудничает с игроками команды «Торос». Целым автобусом учащиеся выезжают на игры в Нефтекамск. В этом году три нефтекамских спортсмена приехали на встречу со школьниками села Новокабаново. Они привезли детям сладкие подарки и мягкие игрушки. Такие же ребята ходили в школу, учились, сейчас добились играть за команду «Торос». На виду по всей стране участвуют в соревнованиях, добиваются результатов. Вот я сейчас уже маленько предварительно сказал. То же самое, шли поэтапно, кто-то ходил в секции. Хорошо, что встретились им на пути, тренеры, позаписались в школу. Но хоккей, конечно, нужно рано начинать заниматься. Сейчас они расскажут, со скольки лет начали этим заниматься. Но это вы больше сделаете или сейчас? И маленько. О нашей спортивной деятельности я уже игрокам клуба «Торос» рассказал вкратце. Вот сейчас последние у нас были соревнования, мы ездили на финал. По волейболу первый раз поехали. Из их групп сейчас получите грамоты, лучшие игроки, кто у нас был. И затем новогодний турнир по баскетболу вчера закончился, у нас провели. Лучшие игроки уже нашей школы получат везде рук, грамоты, которые мы подготовили для вас. Знаменитые игроки хоккейной команды «Торос» вручили грамоты тем учащимся, которые заняли второе место по волейболу среди школ и интернатов республики. Дети интересовались у хоккеистов о том, как спортсмены попали в команду и когда в первый раз встали на коньки. На встречу с торосовцами пришли все школьники, в том числе и их родители из сел Соклова, Саузбаша и других населенных пунктов. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить, команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Несмотря на то, что встреча была организована в воскресенье, актовый зал был полон желающими пообщаться с профессиональными спортсменами. Встреча продолжалась более полутора часов, где спортсмены успели ответить на все вопросы детей.